Семейный внедорожник должен быть с понтами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, Toyota Fortuner. Многие думают, что это такая доступная альтернатива более пафосному и дорогому Land Cruiser Prado. Но когда садятся внутрь, как нам рассказали в автосалоне, многие понимают, что нет, что-то все-таки не то. Toyota Fortuner, как известно, построена на базе утилитарного пикапа Hilux. И от него унаследовала и архитектуру салона, и некоторые отделочные материалы, и всю технику. Что касается вот именно интерьера, то его попытались по сравнению с исходным пикапом облагородить. Обшили кожей козырек панели приборов, но сам пластик центральной консоли, все передние панели, он жесткий. Вот есть тут вставочки из кожи кое-где на рычаге трансмиссии, подлокотник обшит кожей. То есть у нас тут самая дорогая комплектация. Престиж и стоит она 97 тысяч белорусских рублей. Это порядка 40, почти 50 тысяч долларов. Что получает за 50 тысяч долларов покупатель? Во-первых, спереди климат однозонный. Но есть вторая зона для задних пассажиров. Отдельно она включается как раз с места водителя. Но передний пассажир и водитель не имеют раздельных регулировок климата. Все клавиши, кнопки, они перекочевали полностью с пикапа и навевают такую тоску по 90-м. Особенно электронные часики эти на центральной консоли, они вот сквозь годы тойотовского развития проходят и проходят и проходят. Есть здесь на центральной консоли две клавиши. Power Mode и Eco Mode. Разницы в динамике какой-то между двумя этими режимами мы не нашли. Просто в Eco Mode отключаются дополнительные потребители какие-то и это позволяет немножко экономить топливо. Блокировка заднего дифференциала здесь. Система стабилизации, противобуксовка отключается. Есть подогрев рулевого колеса и система контроля спуска с горы. Ко всем этим штукам мы вернемся еще на бездорожье. Отметим наличие двух бардачков сразу. Один вверху, один внизу. Верхний охлаждаемый. Ну и подлокотник бокс. Подлокотник тоже. Там нет ни розеток, ни зарядок, ни охлаждения. Ничего особенного. На рулевом колесе клавиши управления стереосистемой, бортовым компьютером и отдельный рычажок круиз-контроля. Есть подрулевые тангеты для переключения передачи в ручном режиме на автомате. Ну и вот опять же такие ручки, хватки очень внедорожные. То есть, когда заходишь в автомобиль, высокий, очень удобно. Становишься на подножку, хватаешься за ручку и оказываешься в салоне. Двигатель на нашем рынке для Toyota Fortuner предлагается только один. Это 2,8 литровый дизель, 177 лошадиных сил и 450 ньютон метров крутящего момента. И вот других альтернатив нет. Автомат шестиступенчатый. Двигатель здесь заводится кнопкой. Ну, на холостых оборотах я бы не сказал, что шум его как-то очень сильно достает. В общем, нормальный такой уровень шума для дизельного мотора. В любом случае, звукоизоляцию по сравнению с пикапом здесь улучшили. Ну, поехали. Интересно, что подвеска здесь себя ведет довольно-таки собранно. Относительно рамного внедорожника, которым является Fortuner. Крены довольно небольшие. Ну, и вот сейчас проедем по такой разбитой грунтовке. Плотно отрабатывает все, а подвеска не уходит в разнос. Но все-таки довольно жестко, я бы сказал. При этом с солидным запасом по энергоемкости. В обычном режиме это заднеприводный автомобиль. И спасает от этой заднеприводности только система стабилизации. Вот мы сейчас едем как раз по указанному снегу. Шины у нас фрикционные. Ну, и никаких особых проблем. Если не сильно давить газ, не пытаться намеренно вызвать занос, то, в принципе, можно ездить на заднем приводе по скользкому покрытию вполне себе уверенно. Приезжаем на трассу. Ну, динамика не впечатляет, конечно. Я бы сказал, что даже немножко натужно как-то разгоняется Fortuner. Но при этом даже при интенсивном разгоне звук двигателя остается в таких комфортных пределах шумовых. Не слишком напрягает уши. Ну, и проверим, как нам будут даваться обгоны. 80 км в час. Газ в пол. То есть, все-таки на обгоны нужно выходить с небольшим запасом, либо пользоваться ручным режимом, заранее подтыкать пониженную передачу и идти. Потому что, так по ощущениям, рабочий диапазон у дизеля довольно небольшой. Шестиступенчатый автомат не слишком расторопен, я бы сказал. Он такой настроен больше на спокойную, размеренную езду. Режим кикдаун срабатывает, наверное, секунды через полторы после того, как педаль газов нажата в пол. Ну, такой, да, очень неторопливый, очень неспешный. Но зато плавный, мягкий, переключение практически незаметное. И для размеренной езды такой вариант подходит гораздо лучше. Ну, а для рамного внедорожника с большими колесами, с высоким профилем, с неразрезным задним мостом, можно оценить поведение на высокой скорости как приемлемое. То есть, 120, даже 130 км в час скорость будет вполне себе крейсерской на хорошей дороге. Так что, для каких-то дальних путешествий, для бросков по каким-то скоростным трассам, Toyota Fortuner вполне подойдет. Ну, вот, можно на обгоне попробовать воспользоваться ручным режимом. Переключаем. Уже при 4000 оборотах коробка автоматически переходит на следующую ступень, даже в ручном режиме. И по субъективным ощущениям никакой разницы нет между обгоном в ручном режиме и обгоном в автоматическом. Просто в автомате нужно чуть раньше нажать на газ, чтобы коробка успела скинуть пару передач вниз. И начинать обгон. Принципиальных различий именно в динамике я лично не вижу. Ну, и вот у нас 110-120 км в час. У нас на тахометре чуть больше 1500 оборотов. Вот, соответственно, двигатель практически не слышно. В машине относительно тихо. Шумят только шины. И, наверное, это основной такой доминирующий шум в салоне на высокой скорости. Ну, и можно отметить еще довольно чуткие тормоза. Ход рабочего педали тормоза совсем небольшой. Буквально прикасаешься и начинается торможение. К обзорности тоже никаких претензий нет. Зеркала приличных размеров. И есть камера заднего вида, если что. Наверное, есть небольшие претензии к удобству посадки. Но, что важно, у Toyota Fortuner очень широкий диапазон регулировок кресла. То есть можно его опустить практически вниз и сидеть буквально как в легковом автомобиле. А можно поднять его вверх и упереться головой в потолок. Можно отодвинуть далеко назад, но в этом случае уже не хватает регулировки руля по вылету. Хотелось бы вытянуть его еще чуть-чуть на себя, но, к сожалению, уже все. На этом возможности регулировки исчерпаны. Но в целом посадку можно оценить как довольно удобную. Кресла имеют такую небольшую боковую поддержку, неярко выраженную, но приятную. Ну и в целом нормальную форму, удобную. На разворотных петлях Toyota Fortuner ложится на крыло, если можно так сказать. Делает дифферент на бок и довольно уверенно стоит на траектории. У меня претензий нет. Опять же, все с поправкой на то, что это все-таки рамный внедорожник, а не легковой автомобиль. Поэтому для вот такой концепции устойчивость, управляемость, я считаю, что находится в норме. К плавности хода на хорошем асфальте претензий нет. Конечно, ощущаются такие вибрации небольшие неподрессоренных масс. Все-таки огромные колеса, тяжелый задний мост. И все вытекающие из этого последствия в виде вот таких мелких вибраций. Но что касается каких-то крупных неровностей, то Toyota их проходит очень хорошо. Практически не замечает какие-то мелкие швы на асфальте. Но вот если проезжать на скорости спящий полицейский, то уже заднюю ось ощутимо подбрасывает и раздается такой не слишком сильный, но все же заметный удар. Который, впрочем, не пробивает подвеску, естественно. До пробития еще очень-очень далеко, но машина ощутимо подпрыгивает. Ну что, товарищи, кажется, великая китайская революция свершилась. Садишься в Хавейл H9. Кстати, Хавейл именно так правильно произносить марку этого автомобиля. Вот садишься сюда и понимаешь, что далеко зашел китайский прогресс. Автомобиль действительно выглядит впечатляюще, как минимум изнутри. Сложно определить стиль, у кого они что заимствовали. Без заимствований явно не обошлось. Вот центральная консоль там напоминает какие-то предыдущие модели Toyota или, может быть, что-то Infiniti, Nissan. То есть, ну, что-то такое японское, не европейское, но при этом все сделано реально очень качественно. Полностью из мягкого пластика, очень приятного. Передняя панель. Вот вставки из жесткого пластика здесь есть в некоторых местах только. Но они, опять же, удачно имитируются мягкие. Есть хромированные накладочки на кнопочках стеклоподъемников. Полноценные дверные ручки. Только вот пластиковые накладки, непонятно под что, немножечко портят весь вид. Лучше бы они были просто черными, либо под дерево, как вот на передней панели и на центральной консоли. Ну и в целом, этот автомобиль, конечно, гораздо больше, чем Fortuner. Кажется, изнутри в нем легче дышится, в нем свободнее, в нем просторнее. Что касается удобства посадки, то здесь есть нюансы. Мне лично показалась коротковатой подушка кресла переднего. Вот, бедра не имеют такой внятной поддержки хорошей. Что касается диапазона регулировок, то тут тоже практически все, как в Toyota, но сидишь немножко выше. Вот так уже опуститься прямо на пол нельзя. Руль обшит кожей. Тут тоже клавиши управления. Причем вот здесь, на такой уже как раз европейский манер, сделаны два таких барашка, которыми регулируется громкость. И можно менять показания бортового компьютера. Они такие прорезиненные, с такими острыми пупырышками. Палец по ним совершенно не скользит. Ну, то есть вот в таких мелочах ощущается подход конструкторов к автомобилю. Ну, отметим, конечно, такой очень стильный, модный рычаг управления трансмиссией. Он полностью электронный. Чтобы включить задний, его нужно толкать. Он нефиксируемый. Вот, что-то вроде как в Audi A8 или, например, в Maserati моделях. Но, по сути, коробка, по-моему, это одна и та же. Восьми диапазонный автомат. Вот здесь есть ряд клавиш. Они сделаны под алюминий. В подлокотнике бокса есть USB-порт. Вход AUX и розетка. Так, бардачок здесь всего один. Кстати, в отличие от того же Fortuner, он обшит изнутри таким бархатным материалом. И очень приятный на ощупь. Тоже охлаждаемый. Ну, и вот интересный факт. Если мы посмотрим на блок управления режимами полноприводной трансмиссии, то заметим, что выглядит он точно так же, как в предыдущих поколениях автомобилей Land Rover. Да, да, да. Точно такие же пиктограммки. Есть режим ЭКО тоже. Понижающая передача. И блокировка заднего дифференциала. Все как в настоящем внедорожнике. Здесь, кстати, есть система автоматической парковки. Вот, когда включаешь заднюю передачу, ее можно выбрать либо один, либо второй вариант. Ну, и в целом, давайте говорить откровенно. В качестве интерьера Хавейл H9 у Toyota Fortuner выигрывает. Причем однозначно. И качество материалов, и вот самим ощущением такого дорогого автомобиля. Потому что если прикрыть логотип Хавейл на рулевом колесе, то, вы знаете, мало кто сможет догадаться, что за автомобиль перед ним. После Toyota Fortuner Хавейл H9 кажется таким большим, тяжелым. Он намного крупнее в размерах и такой более валкий. Но на самом деле, да, вот вибрации неподрессоренных масс здесь на плохой дороге гораздо сильнее ощущаются. Чувствуется, что подвеска здесь как-то более длинноходная. Да, колеса здесь явно больше и тяжелее. Поэтому вот ощущения за рулем автомобиля другие. Руль не такой информативный, как на Toyota Fortuner. Немножко пустоват в ноле особенно. Но автомобиль довольно быстро реагирует на повороты руля. Система стабилизации, отметим, работает очень адекватно. Вовремя вмешивается. Под капотом Хавейл H9 стоит двухлитровый дизель. Мощностью 180 лошадиных сил. И восьмиступенчатый автомат. Но в плане динамики я бы не сказал, что это дает какой-то выигрыш. Динамика примерно на одном уровне. Просто автомат Хавейла чаще переключает передачи. Вот и все. Я слышу какой-то такой посторонний шум. И очень похоже, что это китайские шины Maxis. Вносят такой свой вклад в звуковое сопровождение при движении. Ну, собственно, если бы не это гудение шин, то к звукоизоляции претензий бы не было вообще. Вот тоже на скорости 106 км в час у нас 2000 оборотов. Да, восьмая передача. Это, кстати, даже немножко больше, чем у Toyota. Toyota была там в районе полутора. Но на уровне шума это никак не сказывается. Это может сказаться, наверное, в каких-то ситуациях на экономичности. Но вот из-за того, что руль в ноле не информативный, отвлекаться на высокой скорости неприятно. Потому что посмотришь на экран мультимедийной системы и можешь на полполосы уехать вправо или влево. Даже не почувствовав это. Так, обгон с 80 до 120 разгон. Наверное, по субъективным ощущениям не быстрее разгоняется, а может быть даже чуть и медленнее, чем у Toyota. Тоже нужно понимать, что на обгоны лучше выходить с небольшим запасом. Очень мне нравятся зеркала здесь. Они огромные, гораздо больше, чем у Toyota. Картинка в них просто шикарная. То есть вообще никаких претензий. А вот педаль тормоза более длинноходная. И менее информативная, чем у Toyota. То есть сначала выбираешь свободный ход, потом идет торможение. Потом ты понимаешь, что нужно было бы еще нажать немножко. И нажимаешь. И тогда уже торможение становится эффективным. То есть управление, вот именно замедлением, мне кажется, не очень удобным. Ну и на высокой скорости, вот там выше 100 км в час, HVL все-таки менее стабилен, чем на Toyota. Он так немножечко плавает, немножечко гуляет по траектории. Такой более вальяжный, расслабленный. В общем, мне нравится, как работает подвеска. Вот она неровности практически вообще не ощущает. Да, если на каких-то крупных ямах, там, быстро ехать, ощущаются вибрации неподрессоренных масс, огромных тяжелых колес, то вот всякая мелочь, рябь какая-то, стыки, швы, заплатки, люки, трамвайные пути, лежачие полицейские. Я все перечислил, да? Вот, все это подвеска HVL глотает с удовольствием. Ну, 125-130 км в час скорость вообще не напряжная абсолютно для этого автомобиля. Пожалуй, что куда-то в дальнюю дорогу я бы отправился даже на HVL с большим удовольствием. Ну и та же претензия, что и к Toyota с удобством посадки. Это, во-первых, короткая подушка кресла, не хватает бедрам поддержки. И, во-вторых, еще бы чуть-чуть, ну вот на пару сантиметров буквально вытянуть на себя рулевое колесо, и было бы вообще здорово и отлично. А так приходится сидеть с чуть вытянутыми руками. Если по классической посадке кисти должны лежать вот здесь, то тут получается вот такая ситуация. На разворотную петлю, да, конечно, на курс ложится вообще просто, как яхта океанская. Крены значительно сильнее, чем у Toyota. Но при этом тоже траекторию пишет нормально. Вот как раз такими кренами не помешала бы более ярко выраженная боковая поддержка, а вот здесь ее нет совсем. Спинка не плоская, но валики раздвинуты очень широко, поэтому какую-то боковую поддержку ощутит только человек такой серьезной, солидной комплекции. Сейчас проверим, как ездит автомат в ручном режиме. Четвертая передача, газ в пол. О, и даже не доходя 4000, коробка уже переключается вверх. То есть, как и в Toyota, большого смысла в ручном режиме реально нет. Разве что на бездорожье где-то можно зафиксировать передачу, но все равно, если вы где-то перегазуете, она переключится вверх. И получается, смысла в этом никакого нет. Ну, разве что пытаться ехать на моменте, то есть, держать мотор в зоне максимального крутящего момента и как-то за счет этого пытаться ехать динамично. Но, по-моему, все это лишнее. Кстати, здесь в интерьере тоже есть такой пережиток прошлого. Легкий анахронизм. Это такой вытянутый монохромный экранчик, на котором показывается высота над уровнем моря, давление, направление сторон света, то есть, компас и крутизна уклона в градусах. Вот сейчас мы едем по уклону в один градус. Toyota Fortuner для задних пассажиров, в принципе, довольно дружелюбно. Вот я сижу сам за собой. Колени упираются немного в спинку переднего кресла. Посадка такая очень высокая, как в настоящем рамном внедорожнике. Нет полноценных ручек дверных, жаль. Есть такой вот удобный крючок. Уже отмечали, что здесь есть отдельный блок управления климатом для задних пассажиров. Есть режим авто, можно его выключить полностью. Меняется только скорость работы вентилятора. Температуру отрегулировать здесь нельзя. Она будет такой же, как у седоков спереди. Кресло регулируется по длине. Можно их двигать. Ну и, естественно, по углу наклона спинки. Причем в довольно широких диапазонах. Это здорово. Есть подлокотник с удобными подстаканниками. И отметим еще наличие розетки-прикуривателя на 120 вольт. Ну и все. На этом удобство заканчивается. Да, и скажем еще, что центральный тоннель пола, он не очень высокий. Поэтому и третьему пассажиру будет тоже нормально. Удобно сидеть. Есть карманы в спинках передних кресел. Ну и, пожалуй, все. Ну что ж, вот Havail H9. Задние места здесь значительно просторнее, сразу скажем. Но подушка дивана опущена слишком низко. Хотелось бы ее приподнять повыше для поддержки бедра. Так она стоит практически параллельно полу. И сидеть не очень удобно на самом деле. Вот я думаю, что в дальней поездке будешь так потихонечку, потихонечку, медленно съезжать вперед. Но зато здесь есть полноценные дверные ручки. Очень удобные. Есть воздуховоды сбоку для пассажиров задних. Есть отдельный блок управления климат-контролем. Причем он полноценный. Есть режимы разные. Скорость вентилятора, температуру можно менять, автоматический режим. И есть двухступенчатый подогрев сидений. Причем включается он не раздельно, а сразу на всю ширину подушки. То есть, если какому-то пассажиру холодно, а второму нет, то придется кому-то из них терпеть. Либо холод, либо жару. Подлокотник тоже имеется. Два подстаканника. И небольшая ниша для мелочей. Причем все это вот так аккуратненько складывается. Все работает четко. То есть, ну, с такой нетипичной для китайцев тщательностью. Каждая деталь выполнена. Здесь центральный тоннель практически отсутствует. То есть, третий пассажир вообще будет чувствовать себя отлично. Тут сиденье тоже регулируется по длине. Можно их двигать. Можно немножко откинуть спинку. Ну, в меньшем диапазоне, чем у Toyota. Ну, вот в таком варианте, в принципе, Havail подходит тоже для дальних поездок. Но все-таки, ребята, вот чуть-чуть приподнять подушку. И было бы вообще все отлично просто. Так, ну, вот у нас третий ряд сидений. Сюда я забрался. Поднимаю спинку среднего ряда. Ну, и что могу сказать? Головой я, конечно, упираюсь здесь. Причем, так активно упираюсь. Есть здесь воздуховоды для задних пассажиров, для галерки. Но, в целом, вы знаете, если бы не голова, то будь у меня рост поменьше, там, метр семьдесят шесть, метр восемьдесят, то, наверное, можно было здесь перенести довольно такую длительную поездку. Два человека, вот в средней комплекции и не очень большого роста, вполне нормально здесь помещаются. То есть, назвать эти места исключительно детскими, язык у нас не поворачивается. Это места, пусть неполноценные, но все-таки взрослые. А, вот оно сдвигается вперед. То есть, оно не откидывается, как в Тойоте, а сдвигается вперед просто. Здесь есть такая ступенечка пластмассовая, на которой можно поскользнуться. И вот таким образом мы попадаем на галерку. Пока кресло среднего ряда отодвинуто вперед, то, в принципе, здесь сидеть можно, но все равно очень низко установлена подушка от этого заднего сидения и очень высокий пол. Получается, посадка неудобная. При том, что мне казалось, что Хавейл будет таким более полноценным. Но вот как раз эти места, в отличие от Тойоты, мы можем смело назвать детскими и не ошибемся. Потому что взрослому здесь, по большому счету, делать нечего. Начнем с того, что здесь отличается доступ в багажнике. У Тойота Фортюнер такой легковой вариант с подъемной дверью пятой. Ну, а у Хавейл такой классический внедорожный с распашной. Причем распахивается она слева направо. Ну, и вот пока у нас машины в семиместных вариантах. И мы видим, что Тойота в семиместном варианте предлагает чуть больший объем багажника. Сложно сказать, сколько здесь, но парочку спортивных сумок или рюкзаков здесь влезет. А вот у Хавейла уже практически не остается места. Можно только какую-нибудь очень плоскую коробку положить. Ну, и давайте будем по очереди складывать спинки. У Хавейла это делается, в общем-то, легко и удобно. Ну, вот, уже получается приличный багажник с ровным полом, отмечаем. Здесь есть небольшое такое совсем, небольшое подполье, где хранится гидравлический домкрат. Отметим, что Хавейл предлагает в багажнике полноценную розетку на 220 вольт. И сюда можно включить или инструменты, или ноутбук заряжать нормально. Ну, в общем, штука полезная до безобразия. Так, это у нас что? Это у нас просто, просто ниша. Ну, как видим, со звукоизоляцией, как минимум, здесь полный порядок, да? Тут напихали вот какой-то, такого а-ля материала, типа минваты какой-то. А теперь Toyota. Тут у нас система следующая. Сидения откидываются спинки вперед, а подушки вбок, как в классических внедорожниках Toyota. Пристегиваем, ну и все, освобождаем таким образом багажник. И, кстати, вот сразу обратим внимание, вот на эту нишу, куда помещаются ноги пассажиров, которые садятся на третий ряд. Вот, собственно, за счет этого посадка у Fortuner более удобная. Ну, а на этом, собственно, удобство багажника и заканчивается. Что тут есть? Есть вот обычная розетка под прикуриватель, и вот есть крючки. Это все, это все. Я даже не вижу здесь стакелажных петель. Ну, и отметим, что погрузочная высота у Havail немножко больше, не слишком. И вот еще такая большая ступенька, которая образует бампер и пол багажника. У Toyota она меньше. Ну, и, соответственно, какие-то тяжелые вещи, наверное, грузить все-таки будет легче. В плане удобства трансформации Havail нам больше нравится, потому что здесь, во-первых, в ровный пол укладываются спинки третьего ряда, и практически в такой же ровный пол можно уложить спинки среднего ряда сидений, и образуется либо грузовая площадка, либо, если при необходимости, здесь даже можно поспать. Ну, а у Toyota кресла среднего ряда складываются вот таким образом, ставятся на попа. И, получается, они все время торчат в салоне, и образуется такая непонятная форма грузовой отсек. Тут мешают эти кресла, но их, по идее, можно снять. Эти на попа. Пол неровный, то есть спальное место здесь не организуешь, но, наверное, для перевозки грузов вполне сойдет. Итак, бездорожье. Первым у нас пойдет на плесчаный карьер Havail H9. У него полный привод, как уже говорилось, реализован через многодисковую муфту. С помощью нее подключаются передние колеса в случае пробуксовки. Задник работает. Все это дело в автоматическом режиме. Ну и можно выбрать еще шайбой другие режимы на бездорожье. Это грязь, снег, песок и спортивный режим. По песку, засыпанному глубоким снегом, Havail H9 едет довольно уверенно, но все-таки ощущается его немалая масса. И... И вот мы приехали. Ну, первоначально кажется, что едет Havail H9 неплохо, но на самом деле все равно в автоматическом режиме нет жесткой такой связи между педалью газа, трансмиссией и колесами. Вот эти особенности полного привода Havail, они, конечно, не позволяют в полной мере валить по бездорожью, но зато длинноходные и очень энергоемкие подвески позволяют брать многие препятствия не в натяг, а просто сходу, практически как на УАЗике. И вот в этом своем обличье Havail H9 как раз-таки ведет себя неплохо. Где боитесь застрять, просто смело валите ходом. Toyota все просто, надежно, как автомат Калашникова. Передний мост подключается жестко, без дифференциала нижесивого. Схема парт-тайм. Ну, впрочем, точно такая же схема цеплатформенной Toyota Hilux. И можно опционально заблокировать задний дифференциал. И вот в таком варианте Toyota Fortuner, конечно, на бездорожье прет как танк. Ее не останавливает ни песок, ни колея. Все места, где застревал Havail H9, Toyota Fortuner проезжает вообще без проблем и без напрягов. Просто дави на газ, и все четыре колеса грибут очень уверенно, очень мощно. Ну, возможно, еще играет свою роль другая резина. Здесь стоит Yacogama. А на Havail китайская резина Maxis. Возможно, еще отличие от цепных свойств. Шин сыграли тоже свою положительную роль. Честно говоря, очень сложно подвести итоги, вывести победителя. Потому что автомобили оказались очень близки по своим характеристикам, по комфорту. Но при всем прочем, Havail H9 дешевле, чуть больше и лучше оснащен. Экономия составляет примерно 10 тысяч. Вот и решайте. Конечно, у Toyota основной козырь – это высокая остаточная стоимость. Но этот на 10 тысяч дешевле. Отобьет ли это остаточную стоимость – неизвестно. Но по потребительским характеристикам автомобили очень близки. И вот в данном случае Havail H9 ничуть не отстает от Toyota.